Потребная погода, суббота, шаббат. Ну а какой же Еврей в шаббат не идет после северной дыни, не знаю. А с высшим? С высшим, безусловно. Средиземный море. Вот перед нами панорама. Перед нами панорама. Да, перед нами панорама Тель-Авивской набережной. Справа Тель-Авивская набережная. Прямо по городу. Это здание Бэйт-опера. А вот это место, самое центральное место, на июньском пляжах. Это в Славе. Это самое центральное место. Но это вот Бэйт-опера. Подожди, это все здание? Это опера? Это бэйт-опера. И вот обратите внимание, это бэйт-опера. Вот обратите внимание, на вот эти дырки, которые уже... Да, такие теоретические, ну, идут всегда, какие-то Вот справа, вот здесь самый центр, деление в Славляр, Тоже улице Стрелинский фляр, Самое центральное место здесь, как мы видим, Мы едем прямо, мы едем в воен, Которое называется Новый Центр, Там прямо вот мы видим Папу, Мы видим вот там, это Явро, это Явро, Мы видим вот это Явское фляр, Очень даже вовремя. Да, совершенно случайно. Нет, нас предупредили, нас предупредили, Товарищ Тихо, это бизнесмен, А вечером мы были в ресторане, Символы. Ну, вот мы сейчас, Сейчас мы подбежаемся вот к этому, Которое называется Новый Центр, И вот сейчас мы с вами, Символы. Ну, там, где-то, по-русски, Вот это район называется Новый Центр, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И что характерно, что здесь вы можете увидеть шедевры архитектуры итальянской И некоторые люди, которые живут в Ленинграде, приезжают сюда и узнают здесь кусочек Питера Вот мы сейчас немного пройдем вперед И мы попадем на такой очень красивый дворик На территории Неве Цедек находится один из самых старинных театров Вот мы сейчас туда пойдем Театр, хореографическая балетная студия Вот какая гармония здесь можно увидеть старого Тель-Авива и нового Вот это старый Тель-Авив, вот мы видим вот эти здания И вот мы видим в гармонии находится Тель-Авив, новый Тель-Авив Вы видите большие здания, вот эти небоскребы Вот это то, что называется гармония старого Неве Цедека и нового Тель-Авива Как гармонирует вот на этом пейзаже Совершенно верно, да, в начале, да, да, это первое серьезное Я вам еще покажу самое-самое первое здание, которые были здесь построены Там вот в итальянском стиле И мы сейчас немножко пройдем вот на улочку Мы сейчас пройдем, а потом вернемся Я вам покажу вот эту улочку, такая прямая, прямая улица Вот так вот чувствуется здесь такой Европейский стандарт Которые стояли у истоков Тель-Авива У истоков Тель-Авива Так записываем Да, и мы вот на этой картине мы видим И вот это сама в себе история Тель-Авива Что мы здесь видим? Мы видим первого мэра Тель-Авива Мы видим Явский, Явский маяк Яв, потому что Тель-Авив пошел от Ява Мы видим, что такие эти самые Явские символики, Явские апельсины И мы видим железную дорогу Первая железная дорога, которая здесь была построена в Нелли-Цетре И мы видим представителей вот этих сионистского движения Сионистского движения, которые стояли в основу, так сказать, идей, которых легла создание государства Израиль И которые стояли у истоков создания Тель-Авива А сейчас мы перейдем сюда Слушай, тут совсем похоже Ну, я-то Виселище с людьми Не похоже, да, совершенно не похоже Есть что-то в этом А сейчас мы пойдем вот сюда, вот сюда Вот это улочка Вот это улочка Это одна из тоже таких знаковых горец Это улочка Которая По которой когда-то вот, когда был создан только Тель-Авив Здесь была как прогулочная Вот настолько был маленький город И вот это здание Которое Когда-то администрация Администрация А сейчас А сейчас тут находится СПА То есть сюда нужно приехать в пельте отдохнуть Выпить, закусить Непременно Да И получить удовольствие Войдут балерины Самое главное Знамя Израиля Балерины Интересно Прогулочки Экскурсии Посидеть Отдохнуть Все прелести Все прелести Да Мы находимся в таком дворике Небольшом Небе Цедек И По пути К старой Присели Передохнуть По пути К старому К старому К старому Железнодорожному вокзалу К старинному Железнодорожному вокзалу В субботу В субботу закрыт музей Но здесь находится трофейная техника Которую получил Израиль Часть трофейные образцы В период Вот этих Компании Компании Война судного дня И война за независимость И даже Охранник нам сказал Что Даже на территории Есть Танк Иосиф Сталин Да Я не знаю Насколько он компетентен Он марокканец Я думаю Не совсем разбирается Я не думаю Что в войне судного дня Участвовали Такие танки Но во всяком случае Вот там Есть техника И БМ-23 И БМ-21 И боевая машина пехоты И понтона мостовой парк И зенитную установку Сейчас И мы сейчас Вступаем На территорию Самого первого Железнодорожного вокзала Израиля Отсюда проходила Железнодорожная ветка Тель-Авив Иерусалим В период Палестинского мандата Великобритания Вот такие вагончики Курсировали По маршруту Тель-Авив Иерусалим Отлично 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 Субтитры создавал DimaTorzok